Мы с Ромой получили посылку от USA in UA. USA in UA это компания, которая берет на себя все сложности по доставке товаров из Европы и Америки. Сейчас я ее торжественно открываю. Дело в том, что я воспитываю сына с особыми потребностями. Ромашке 7 лет. К сожалению, так сложилось, что Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, бывшие советские страны, они не производят товары для детей с особыми потребностями. Современные товары я имею в виду по последнему слову техники. И поэтому приходится матери вынуждены искать их за границей. Дело в том, что так сложилось, что европейские магазины и американские магазины не всегда отправляют в страны бывшего Советского Союза. И поэтому приходится искать граждан Евросоюза, граждан Америки, друзей, знакомых, которые бы вам переслали. Это все достаточно сложно. И поэтому я очень рада, что мне посоветовали компанию USA in UA, благодаря которой я смогла заказать Роме тренажеры. Сейчас я их распечатаю. Попробуем. Опа, раз, ура! Кнопочки очень красивые, да? Еще кнопочка, еще кнопочка. Еще кнопочка. Все так это я выбираю. Сиреневая и черная. Как я их нашла? В октябре 2017 года мы с Ромой проходили занятия с ладопедом. Она нам посоветовала вот эти кнопки для коммуникации, заниматься с ними, занятия. И вот больше полугода я их искала. Дело в том, что не знаешь, как они называются. Дело в том, что особому ребенку, чтобы научиться нажимать на кнопку, нужна вот такая адаптивная кнопка с большой поверхностью. А все, что в магазине предлагают, вот я могла найти, они все равно все маленькие. И ребенку трудно. Дело в том, что не все дети, как сказать, детский церебральный паралич. Почему так называется? Потому что парализованы пальцы в том числе тоже. И ребенку трудно нажимать на такие маленькие кнопочки. Бывает еще меньше. Вот тут, чтобы включить вот такая вообще маленькая кнопка. И поэтому в Европе уже давно изобретены большие кнопки для нажатия. Эти две кнопки пришли нам из Германии. Вот тут написан магазин из Германии. Это кнопки многофункциональные. Они называются говорящие кнопки. Во-первых, ребенок должен научиться нажимать. Чтобы он научился нажимать, ему должно хотеться включить мелодию. Дело в том, что игрушки, которые есть для детей, там бывают довольно резкие звуки, довольно резкая музыка, мелодия, которую не обязательно вы даже захотите слушать. Не то, что ребенок. А если у ребенка, просто у моего сына есть любимая мелодия, нам повезло. И он очень любит еще голоса девочек, подружек. Они ему даже записывают слова на фотоаппарате. Но он не может сам включать ни на компьютере, ни на фотоаппарате, чтобы слушать. И благодаря таким кнопкам его можно научить нажимать, чтобы он сам себе включал. То есть это не то, что мне, матери, нажать и включить ему. Это то, чтобы он сам включил. Это совершенно другое, когда ребенок сам что-то делает. Это волевая сфера. То есть если ему будет хотеться послушать голос девочки или любимую песенку, то он нажмет. Должно быть что-то мотивирующее. И вот эта кнопка, она звукозаписывающая. То есть здесь можно записать любой голос, любую фразу. И потом нажимать и прослушивать. С помощью них можно общаться. Сейчас существует система общения с помощью карточек. Для аутистов есть целые альбомы. Или даже реабилитологи себе на грудь вешают таблицу. С пиктограммами, которые означают слова. Чтобы дети с расстройством растрологического спектра говорили свои просьбы. То есть там хочу пить, хочу кушать, дай игрушку, пошли гулять. Это все у них в виде значков и в виде таблиц. И здесь... Здесь сейчас же это все гораздо проще. То есть они могут нажимать кнопку и будет воспроизводиться их голос. Как я узнала о магазине USA in UA? Я стала, чтобы найти эти говорящие кнопки для моего сына, я стала обращаться в магазины. Слава Богу, уже стали появляться магазины и компании, которые занимаются оборудованием для сенсорных комнат. Дело в том, что сенсорная интеграция в странах бывшего Советского Союза, я бы сказала, практически отсутствует. Потому что нет ни комнат, ни специалистов. Или это все в таком единичном варианте, что еще только развиваться, развиваться, работать, работать и работать. Трудиться, трудиться и трудиться. И слава Богу, стали появляться магазины, которые продают оборудование для сенсорных комнат. Я стала обращаться в эти магазины с просьбой заказать такие кнопки. И один из магазинов мне выставил с координаты USA in UA, сказал, что вы можете обратиться в компанию USA in UA. Они вам помогут их найти. Я благодарна магазину Pag.me, магазин оборудования для сенсорных комнат. У них очень много всяких товаров для детей с особыми потребностями. За то, что они мне сказали про USA in UA. И также я очень благодарна USA in UA. Благодаря Таро Торо мы получили вот эти кнопки из Германии. и сейчас с Ромой сможем заниматься. Кнопки многофункциональны, как я уже сказала. Вот сюда можно положить любую картинку. картинку, любую пиктограмму, которая обозначает действие или слово. И записать об этом действии или слове. Вот, например, я сейчас наклею девочку из детской книжки и запишу голос Роминой подружки. Я беру. Я буду. Рома, я буду. Рома, я буду. Рома, это твоя, да? Рома? Рома хочет деток послушать? Давай нажмем на кнопочку. Рома слушает деток, да, Рома? Рома слушает деток. Да, как Рома сейчас ударит. Рома сейчас так вот здорово. Бух, 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 давай. Рома хочет еще деток послушать? Давай. Так. И что случилось? Много не работают. Да, Рома, молодец. Рома, молодец. Ой, детки, детки. Молодец. Да, много девочек, много девочек, говорит. Нету, Рома, нету, нету. Рома, нету. Рома. Рома, нету. Рома. Бывки Ай! Эээ! Ээээээээээээээээ... Ей! Рома, нажми сам. Рома, нажми сам на кнопочку. Хочешь послушать деток? Хочешь услышать детские голоса? Хочешь услышать деток? Девочки, мальчики разговаривают, да, Рома? Хочешь услышать? Нажми на кнопочку. Хочешь услышать деток? Хочешь услышать детки? Рома дал мане, да? Я записала Роме голоса девочек и наклеила девочек Ну так, как это работает Можно, например, вставить сок Записать слово сок или дай мне сок Или хочу пить Ставить сюда сок И ребенок будет нажимать, когда он хочет пить Можно вставить, допустим, играть Играть в мяч с мамой И ребенок будет нажимать, когда хочет играть в мяч с мамой Можно записать музыку Моцарта И вставить портрет Моцарта Это я показываю, как это работает Я знаю, что матери детей с расстройством рас, ну и вообще неговорящих детей Собирают целые альбомы Целые альбомы логопедические Чтобы ребенок знал, какой у него распорядок дня Допустим, карточки почистить зубы Это может быть 20 карточек, потому что там весь процесс Как зубную пасту на щетку выдавливают Сначала открой тюбик, потом выдави зубную пасту на щетку Возьми щетку еще перед этим в руки Один процесс чистки зубов может занимать карточек 20 А здесь очень удобна кнопка Это мотивация к коммуникации Мотивация к общению для неговорящего ребенка То есть он не только будет видеть то, что нарисовано на картинке Но еще и будет слышать Простое предложение Записанное голосом мамы Папы, друга, брата, сестры Тут мне положили проспект немецкого магазина BadSoldDE Это я зашла на их сайт Они предлагают товары для детских садиков И, конечно же, для родителей На их YouTube-канале можно посмотреть видео О этих кнопках Я оставлю ссылки под своим видео Матери детей-инвалидов вынуждены заказывать для своих деток тренажеры А это тренажеры Тренажеры из Европы и Америки Искать, как они называются на языках на европейском и на английском Потому что у нас нет другого выхода Мы и наши дети в заложниках И у нас нет времени ждать, пока Россия воспрянет ото сна Пушкин это написал 300 лет назад И до сих пор ничего не изменилось У наших детей нет времени Их надо сейчас социализировать Реабилитировать, обилитировать В обществе В Советском Союзе был такой термин Дефицит О нем можно услышать Ну, хотя бы в концертах Михаила Живанецкого Есть там, не знаю, допустим, читаешь Довлатова Там есть целый рассказ посвящен тому, как его теща, мама его жены Привезла ему в подарок куртку из Парижа То есть дефицит это, когда вы не можете купить необходимые вам товары Детям-инвалидам необходимы Необходимы Современные технические средства реабилитации И в странах И в бывших советских странах К сожалению Нет не только современных средств технической реабилитации Их не производят, не импортируют Не завозят И даже информации нет И родители вынуждены сами Искать информацию о современных средствах реабилитации Когда все уже изобретено А нас даже не слышали То есть голос Он изобретен еще 50 лет назад, если не больше Для Стивена Хокинга Сейчас, слава богу, вышел фильм биографический про Стивена Хокинга Где показывают, что для него друг или знакомый сделал этот аппарат И он пошутил, что я сейчас что, буду всю жизнь говорить с американским акцентом Потому что аппарат воспроизводил голос с американским акцентом, как изобретатель И вот сейчас в Европе и в Америке эти аппараты есть у людей с ограниченными возможностями голоса А в России до сих пор ничего нет и не слышно И вообще все это заоблачно и по ту сторону По ту сторону оси Абцисс Молодец, три Молодец Раз Раз Ой, какой ты молодец Молодец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!